Каждый дом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны, особенный. На втором этаже этого живет местная легенда Анна Семеновна Ковалева. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рада ждать вас. Анна Семеновна, поздравляем вас. Желаю вам всем здоровья, благополучия, мирного неба. И будьте такими цветущими, как я вас вижу сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Анна Семеновна вспоминает. Только окончила семь классов, выпускной вечер, объявление о войне. Совсем юной она вступила в партизанский отряд имени Фурманова. Ходила в разведку и выполняла боевые задания. Рисковала жизнью и стойко переносила. Тяжелую жизнь в лесах, походы, окружения, бои с врагом, голод, холод и потерю боевых товарищей. В отряде я выполняла роль разведки, разведчица. Кто бы на меня подумал, на такую сопливую девчонку, ободранную, грязную. Я шла в стаю волков. Вот кортеж машин. Вот они немцы. Идут они по направлению, вот в Севске было, по направлению куда идут. Мне же надо знать, куда они идут. И сколько там. Там живая сила и техника. Мне же надо знать, а кто пройдет туда. И вот у меня сумочка такая грязненькая. Там две картошки, один кусочек хлеба не ввернут. Я ничего. Они с пренебрежением меня посмотрели вот так. И говорят, швай нарусишь. Думаю, сам посвини. А сами смотрите во все глаза. Ну, а я посчитала машин. Они живая сила. Каждой машине пять человек. И брезентом накрыто, значит, там боеприпасы. Они гонят на Москву. Да. И должны, я уже узнала, в какой час они отправятся на Москву. Мне надо успеть еще доложить. Еще три километра надо пройти и доложить. Активная, жизнелюбивая и гостеприимная. В этом году партизанка-разведчица отметила 95-летие. И у Анны Семеновны есть свой рецепт долголетия. Я никогда не паниковала. Это раз. Никогда никому не завидовала. Не злая, но настойчивая и терпеливая. Вот это меня спасает. А еще чувство юмора. Это уже ремарка от Владимира Васильевича Приблудова. Это что, тиган? Нет. Администрация, поздравления, поздравления не примите. Да, проходите. Спасибо. Отпустив несколько шуток, ветеран Великой Отечественной войны спешит в дом надеть праздничный китель. Воевал в самых таких, ну, где смерть следом ходит. Он был в разведке полковой и дивизионной. Командовал отделением, взводом командовал. Трижды ранен был. И прошел от Осташкова в город, откуда Волга берет начало, и до Берлина. После победы еще пять лет в армии. И только потом дом. В родной почебской деревне 40 лет он проработал учителем в школе. Вместе с супругой вырастил двух сыновей и двух дочерей. Во-первых, передаем поздравления от губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза. Поздравляем лично. У нас приготовлены и подарки для ветеранов, чтобы можно было им отметить и праздник, для праздничного стола. Поэтому это святой долг нашего поколения. Каждого вспомнить. Тем более, что ветеранов у нас остается очень мало. И, к сожалению, очень мало ветеранов сегодня могут сами приехать на праздник, на День Победы. У нас 16 ветеранов, только 6 человек. Сегодня мобильные могут приехать на праздник. Но мы обязательно всех, каждого лично проезжаем и поздравляем. Екатерина Карманова, Александр Жучков. События Почеп.